Ну вот, иду стричься. Среди парикмахеров тоже бывают фанаты математики и подписчики моего канала. А среди подписчиков канала бывают парикмахеры. Эти множество пересекаются. Приветствую. Перчатки. А, перчатки. Это чтобы не были волосатые ваши кроссовки. Понял, понял. Так, мне тоже как-то что-то... А может я просто разуюсь и все? Просто будут волосатые. А, волосатые. Понял. Вот. А друзья-то где? Сейчас подойдут. Так, а вот, как раз. А я сейчас разгружу, потому что там подарки. Вот сюда, да, можно установить. Смотрите, чтобы... Вот так, да? Если будет, то вас видно, да? Я думаю, что будет отсюда все видно отлично. Это ничего, да, что мы дома снимаем? Вот. Тоже, тоже. Да, сейчас поможем. Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте, знаем вас с ютуба. У нас вам будет пару вопросов. Сейчас поговорим. Значит, у меня, во-первых, в подарке. Главному герою два подарка. Мой и Ходь Адель. Сейчас я все подпишу. Ну, значит, Андрею я не буду подписывать, это его. А свою подпишу. И двум друзьям, соответственно, будем просто поболеть. Спасибо. Да, я вам вот маску такую принес, чтобы вы были здоровы. Спасибо. Но ее не обязательно, да, сейчас надевать? Нет, когда захотите задать, неинтересно. Я никак не могу избежать своего... Представление об этом как от какого-то гротески. Я в чем-то вот... Я коронаскептик до сих пор, не знаю. Я довольна. Я говорю, что каждый коронаскептик в патроне заболеет. Скептик. Ну, как бы я понимаю, да, я понимаю, что есть такая позиция. Но я не могу себя заставить бояться. Математические законы работают в пандемии? Ну, нет, нет. То есть работает, конечно, но все это никому не известно. Там есть разница. Там идет монитор типа подпольный. Человек, где подстричься подпольный? Такие запросы. А, в интернете, да? Подпольный стриж, подпольный... Да, подпольный стриж, подпольный стриж. Я думаю, что он будет подсветать. Я же в алкогольной компании работаю. Алкогольной, да? Да, я считаю, тренинги про патричка. Так вот, в случае, мы считаем, что это хорошие знакомые, друзья вместе жили, снимали квартиру. Алкоголь-то, наверное, сейчас... Ну, как сказать? Алкоголь сейчас, наверное, в моде. Лярен, да, ну, как бы, в этот период. Он, в принципе, всегда особо, да, да, как бы, не пользовался. Ну, да, поддействием спроса. Люди дома сидят, жены-то расстаются. Знаете, ты ряду как? По своему усмотрению? Ну, значит, класс ты вид. То есть, я, как бы, я за короткую. Ну, я сделал, как бы, максимально коротко, но чтобы красиво. Понял. Хорошо, хорошо, попробуем, рискнем, да. Да, волонтеры будут очень рады. Надеюсь, жена тоже не будет вызрабатывать. То есть, я за короткую максимально короткую. Да. Вот. Ну, и еще такой момент, что я, конечно, за ними вообще не слежу. То есть, стрижка, она, даже если она будет такой какой-то очень красивой, она, скорее всего, все равно через несколько дней... А мы где волосы садили. Я не учту. Да. Ну, ты видел, да? Обычно у меня внешний вид такой максимально простой бывает. Да, да. Просто я, ну, вот, как сказать... Жизнь с народу готова. Все, да. А, кстати, в волосах есть ли математика? Тоже такая-то? В волосах, да. Есть, значит, такая задача, почему нельзя причесать ежа. Интересно. Да, сейчас расскажу, значит, нет ни одного способа положить иголки ежа на его тело. Мы будем считать, что он полностью круглый для простоты, да? Что у него нет лица, там, жопа и так далее. Просто такой круглый еж. И из него торчат иголки. Так вот, нельзя их положить на его поверхность так, чтобы в каком-то месте не возникла пертурбация. То есть, в каком-то месте иголки торчат просто противоположной стороны. Это невозможно. Математически невозможно. Это если он как шар, да? Да. Если он как шар. А если как тор, то есть как, если еж формы камеры машинной, да? То на здоровье. Без коорджей. Проблема в том, что таких ежей погрешит. Да, но таких ежей не бывает, да. То-то и дело. Это, наверное, у вас, этот, целую серию про теорию игрочка. Потому что, наверное, самый доступный и понятный вообще материал. Ну, потому что, как теория игр, такая довольно модная, сейчас сковывать от людей. Сейчас везде, да. Маркетинг, теория игр, теория игр, там. Вот, и когда, ну, смотришь, там, очень круто. Который на OpenEdu, да? На YouTube. На YouTube, на Open, ну, вот, на национальной платформе открытого образования. Да, наверное. Вот теперь игр кормит меня. Кормит очень так неплохо. Ну, то есть, попали, это здорово. То есть, попал в струю просто. На самом деле, без, без вот этих, там, всяких корпоративных семинаров, я бы не смог так ездить с бесплатными лекциями, наверное. Наверное, не смог бы. Ну, или они были бы сильно резкие. А вас приглашают школы или капиталы? Всюду. Везде, да. Всюду, да. Бывает, что в один город зовут сразу школу, вуз и на открытую площадку там. Причем в открытой площадке бывают как полностью инициативные вообще. Если взял бизнесмен и привез меня просто сам. Вот. Такой формат неоднократно бывал. Как и большие профитетические общества иногда дадут. Например, больше всего я скажу сейчас ИЦАЕ. Информационный центр атомной энергии. Вот прямо уже много городов объездил с ними вместе. Они здесь все оплачивают, седят. И главное, собирают так может больше народа. Сами похожи вот деятельности, только в Азинаупа. Я вот так же езжу и про алкоголь рассказываю. Чуть у себя даже как-то не это. Но у вас, кстати, несет свет в массы как бы. Нет, мы тоже несем свет в массы. Нет, это как бы обысление, да, культура, да, культура потребления алкоголя, да? То есть как не... Опять же мы рекланируем. Пить и не спиваться, да? Да, да, да. Ну, коктейли как готовить мы сделаем такие вечера. То есть приезжают в город, у тебя какая-то лекция. В основном для бармена, для персонала в горики. А потом встаешь за сборку, показываешь какие-то в коктейли со своим продуктом готовишь. Ну, и проводите магические вещи. И дегустация, естественно. Такого рода вот тоже. Ну, круто. Ну, да, то есть есть какая-то теория, да, вот этих составлений коктейлей, с которой Борис Борисович знаком, да? А, вы удивитесь, но есть... Ну, хотя нет, вы-то точно не удивитесь, но есть абсолютно такие четкие, понятные формы, классические коктейли, на основе которых, ну, база такая. Некая база, например, если мы хотим такой кислый сладкий коктейль, то мы знаем, что нам нужно 40-50 мл крепкой части. Да, 15 мл кислой части, будь то сок лимона, будь то сок брейкфрута, либо, ну, какая-то любая, что угодно, что содержится в лимонной ситуации. Да. И, соответственно, сладкая часть для баланса, тоже, там, 10-15 мл. Зная это, мы можем заменять базовый алкоголь, ну, допустим, мы берем водку, лимонный сок и шахтерный сироп. Да. Это самый примитивный, да, самый вот базовый уровень. Мы мешаем коктейль под названием, ну, по классике это комикадзу, так сказать, как-то комикадзу, там... А, комикадзу, потому что он быстро срубает, да? Я не знаю, почему его так назвали, на самом деле, с названием есть отдельная история. Есть 60 плюс классических коктейлей, с которыми закреплено название. Допустим, коктейль Негроник, да, он там, разумеет. А, ну, какой забой? Негроник, наверное, сказать, Негроник. Ну, души, какой-то. Это джин, кампари и сладкий вермут. Пропорция 1 к 1 му все. Пропорция 30-30-30. Джин, вермут и что? Кампари. Кампари это итальянский, как бы, Виктор Красный, борько-лакусал. Вот, коктейль крепкий, коктейль такой борько-сладкий, сейчас очень модный. Его практически, ну, как бы, в любом баре можно встретить. Негроник. Вот, ну, и, соответственно, если мы хотим поиграться, допустим, мы заменяем джин на бубон, да, или там, на миске, а мы получаем другой коктейль, но с такой же формулой. Это называется твист на классику сделать. Сделать твист. Вот, это уже коктейль Бульвар Диэ включается. Да, это мы заменяем джин на бубон. В общем, это можно целую, прям, такую оболдеть. Тоже, довольно обширную лекцию по этому поводу прочитать. Собственно, чем я обычно... А вот эти все слезы комсомолки и то, что у Ерофеева... Ну, это можно что угодно придумать, гланды и обезьяны, там, где-то... Ну, Ерофеева, Москва, петушки. Очень круто, Москва, петушки, конечно. Вон там вот это самое. Ну, это прям такой советский союз, там, с кипитаром. Да-да-да-да-да-да. Два грамма лака для ногтей, я помню. В одном из коктейлей. Я даже знаю, ребят, Макс Ромов, в котором ты стрелил, Максу фатрил? Да. Вот, и Саша Тимофеев, его друг, они поехали по такому маршруту и пытались воспроизвести эти рецепты, ну, только более-менее нормальных, ну, то есть без лата для ногтей, без, там, жидкости для разморозки и так далее. Ну, что у них было такое путешествие, они такой день рождения сделали. Офигеть! И чё, к Орехову Зуеву из них тоже полилось, как из Семёныча? Мне кажется, там полилось, это было несколько лет назад, я просто помню, что, ну, в Facebook где-то натыкался на вот эту историю. Очень забавно, ребят, подошли как поклонники Ерофеева. Круто! Там, если я не ошибаюсь, грустный конец, довольно-таки. Ну, очень, очень грустный. Ну, там его встретили четыре великих профиля, легендарных профиля, вы сразу их узнаете, сказал он, ну, видимо, имеется в виду Маркс, Ленин, Эмгельс и Сталин. А-а-а-а, вот он их, значит, встретил. Ну, книга максимально крутая, она такая, но аллегоричная. Они мне лонзили шило в самое горло последние. Да, книга, и вот это описание ощущения при тяжёлом похмелье, вот это вот, когда вот так колотец с головы до ног, и прямо вот полная цепь, молчавая, это вот реально, это то, вот от чего я убежал. Это, конечно, я себе, очень правильно, да, убежал. Ну, моя задача тоже, я услышно объясняю, что, ну, надо, надо, как бы, если вы хотите пить, да, ну, это нормально, да, выпить. Но нужно знать, во-первых, меру, да, во-вторых, делать так, чтобы, ну, максимально безболезненно это сделать для... для встречи мне, да. А сам я практически не пью, ну, я, приемки, алкоголь крайне пью, ну, пивка за алкоголь я не считаю, как бы, там, 0,3 пивка, это нормально. Ну, и, там, бокальчик вина тоже нормально, вот, ну, да, это япсон, япсон стремится к нулю. Так и так, если, не знаю, будет атмосферка в этом мероприятии, с удовольствием, приходите на лекцию, потому что, ну, не обязательно дегустацию, раз, ну, хочу. Да, нет, да, но послушайте, может быть, там довольно много интересного есть, но, вообще, вот, не всё, да. Да, прикольно. Ну, пока алкогольные как-то, наверное, популярные, хоть это и звучит вроде как детский сад какой-то, но это по-самблее. Ну, вот я, я как раз, например, у меня, у меня мои суррогаты, гранатовый сок, я вот к этому объяснял, но сейчас немножко двинулся, сейчас я гранатовый сок заменил на ессентуки четвёртые. Как-то, это самое, потом, значит, всякие, там, морсы, ну, и вот водку на, это самое, водку на имбирь, чётко. Очень крепкий имбирь с лимоном, жёстко-жёстко. Как и на уху получится, можно... Да, это и получается. Если есть соковыжималка для твёрдов, то имбирь, корень, редька, если... Ну, я не знаю, лечили вас так в детстве, нет, меня в детстве, ну, редька вырезается, как бы, сердцевина, туда ложка мёда кладёт. Ну, чё-то похожее было, скорее меняется, там, малины, ой, не малины, чёрной смородиной. Ага, похоже очень тоже на лошадку, если, ну, там, закрыть глаза, и, грубо говоря, тебе дадут вот, там, шотик с водкой и вот этим настоем, и без неё, то разница, правда, первую секунду вообще нет, потом ты понимаешь, что ты не гнинеешь. А вот первую секунду горло дерёт просто по полной. Ну, и пиво я пью безалтогольное вообще просто... Да, это сейчас, да, это спасение. Примирал себе, да, просто кто хочет чувствовать вкус, он, скажет, немножко тимонный, ну, на этом он зашли глаза. А, процент, на самом деле, один, примерно, есть. То есть, даже чуть-чуть. Да, солидов изалкогольного не будет. Не бывает, не бывает. И квас алкогольный, и... Вы знаете, как делается, да, алкогольное пиво, там, в морозке идёт. В морозке? Спирт и вода замерзают при разных температурах. Сольный процент дистилляции, наверное, уже построен, только дистилляция, она наоборот получает. Да, но спирт стоят 14, что ли? Не, не, спирт 60 с копейками, спирт 67, спирт первым испаряется. Сольный процент дистилляции? Нет, 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 замерзает при минус 14. А, замерзает, наверное, да, замерзает, наверное, больше, поэтому замерзает вода первая. Да. У спирта очень хорошее свойство в плане. Он первым испаряется, и последним замерзает. И последним замерзает, да, все верно. И за счёт этого можно делать вот такие вот манипуляции. Я ещё смотрел ваши видосы, на всяком случае, там, Семен Солоковский, там, с усыщенниками, с экономистами, то есть, по-прям, он нравится тоже. Да, хотя это выбешивает народ, ужасно. Народ вестится от того, что математик явно грамотно верит в Бога. Народ это выбешивает. Ну, это как бы советское наследие такое. Ещё не выветрилось вот этого. Нет, ну, внутреннего какого-то, какого-то двореча. Что происходит наука? Как-то это объясняет. Если вас спросить, как устроен наш мир? Вот, как вы отвечаете? Да, я отвечу, что мир устроен довольно сложным образом, из которого мы знаем вот очень малую часть. Ну, наш горизонт по знанию, он очень маленький, да, он очень немного. Наука, на самом деле, совершенно, она, мир это такая, какая-то тайга, в которой мы немножко провозили тропинок. Ну, как бы, для цех целей, которые нам нужны, мы тропинки провели. То есть, например, есть тропинка, которая называется самолёт. Её учёные хорошо провели до места, в котором они знают, как строить самолёт и на нём летать. Вот, ну, как бы, казалось бы, благодари Бога за то, что он тебе дал этот инструмент. А нет, а ты говоришь, раз самолёт есть, значит, Бога нет. Где логика, господи? Где логика-то? Тут скорее самолёт, ракета, которая полетела в космос. Но, опять же, одно другое не исключает. Ну, то есть, исключает. Значит, что, что делается? Наука разрушает старые метафоры и стереотипы. Например, стереотип, что Бог висит в космосе. Вот слетал Гагарин, а его там не висит. И тут, значит, всякие эти горе-популяризаторы говорят, значит, его имеют, раз он там не висит, да? Ну, это конечно, да. То есть, вот, и настолько низкий уровень вот этой дискуссии, что так непонятно, что с ним, вот, о чём можно с ним спорить, да, с этими людьми. Ну, о чём? Ну, скорее говоря, чтобы разумевать под боком, как бы, высший разум, ну, и как... Ну, ну, вот это мы с Качёвым обсудили, довольно глубоко обсудили. Качёвым. Вот, как несколько стадий, да, то есть, вначале ты угадываешь, наука, практически во всех науках, с какого-то момента начинает переть, что замысел был. Ага. А дальше вопрос работы с этим вот высшим существом, которое этот замысел осуществляло. То есть, в христианстве это предельно, предельно, ну, как бы, спущено на уровень человека полностью, да, то есть, Бог просто стал человеком. Ну, да. А в других религиях, там, это какой-то стадии, да? Дизмик, перерождение. Да, в исламе, вот, Бог, он и есть Бог, как это, остальные, только пророки. Ну, вот, как бы, ну, то есть, в христианстве требуется, ну, требуется совершить акт веры, что действительно было воскресение человека, да? И если ты его, вот этот акт веры в себе совершаешь, то дальше всё полностью логично. То есть, постулат в христианстве, в общем-то, только один. Постулат, потому что его сейчас нельзя не проверить, не опровергнуть, никогда не будет никакой теории, когда строго доказало, что действительно Иисус жил и воскрес, или наоборот, что Он жил и умер. Он, по крайней мере, у нас не узнает, да? Ну, да. С первым под девяточкой. Да, под девяточкой. Я, когда болтаю, я не очень мешаю. Нет. Я действительно болтник, тем более сейчас я мало выступаю, поэтому, как бы, не копилось. Давайте одно удовольствие, так, побеседуем. Я думаю, вы на чай останетесь, чайку попить, там, чёрт. Или ты дотанешься. Нет, нет, всё. Ну, я, так, если совсем чуть-чуть, я, на самом деле, мои, там, ждут меня к ужину. Ну, мы сейчас поболтаем, ну, вот, может, их чуть-чуть не договорить, то, соответственно, чуть-чуть себе договорили, да? Вот. Ну, да, ну, как бы, они, как бы, душа поёт, вот, когда ты читаешь христианские книги, душа прям поёт. А вот когда о йоге, ну, там, в какие-то практики, ну, да, можно научиться чему-то. Ну, то есть, нет какого-то воодушевления. Это вот как сравнить, там, математику с каким-нибудь программированием, там, вот таким, что вот алгоритмы, там, поиска какого-нибудь, вот, да? Ну, программирование не мог лучше базироваться на математике. Ну, я понимаю, да, вот, ну, программистов, программистов бы сейчас скачали и сказали, ну, что ты вообще творишь, зачем ты нас... Ну, это мой взгляд, я же его не, как бы... Ну, да, нет, конечно. Мой взгляд такой, что я... Откровение математики по сравнению с откровениями любых людей в науке в Ракшеллое. То же самое соотношение у христианства с вот остальными, с йогой, с логизмом, там, с теми, с хоманизмом. С хоманизм интереснее, что-то есть. Но там есть, там, противоречия наукой и религиями. Они абсолютно, они абсолютно перпендикулярны к вещам. Там не может быть противоречия. Как и доказательства тоже нет. Нельзя сказать, что наука может доказать существование Бога. Она может вспоминуть на него. Когда ты глубоко занимаешь... Ну, все действительно глубокие ученые, ну, просто поголовно все. Я, например, не знаю, там, приводили какие-то отдельные случаи. Ну, скорее, я бы сказал, что это такие исключения из правил, которые доказывают правила. Вот глубокие ученые всегда проходили к вере. Ну, потому что там такие пласты они открывали. И они понимали, что они только приоткрывают. А уже выше всех остальных, кто живет. Ну, как бы и где-то все тогда. Понимаешь, что выше разум в нашем мире есть. Такие пласты созданы. Как они созданы или без участия кого-либо. Просто вот йоги, я так понял, я вот читал про эту тему, они медитировали и в процессе медитации и они тоже какие-то свои вот эти выработки, такие учения про часы, там, про высшего сознания. То есть это практически тоже опытным путем выяснено. Нет, я к этому с уважением отношусь абсолютно без, как бы сказать... Я бы сказал так, что йоги, это немножко не про то. Это про эксперименты с нашим сознанием, которые вполне могут оказаться потом научными. А вот христианство, оно вне этого лежит. Оно, как бы, оно совсем про другое. Оно, более духовное. Оно про то, что будет после смерти и в каких случаях. То есть это такая, как бы, непроверяемая научение о том, как связаны действия здесь, здесь, соответственно, с тем, что будет там. Ну, принципиально, они нельзя опытом это проверить, ну, как бы, за исключением тех редких случаев, когда кому-то во сне является, да, но... И это, опять же, это неповторяемый эксперимент. То есть наука здесь не отопыть не может, но это ничего не... ну, как бы, наука вообще про другое. То есть самое невежественное впреждение, что наука может подтвердить или доказать, что Бога нет. Но я... Есть ли другие измерения, которые человек может, ну, как бы, себе представить, познать, словно? Вот тот же самый шаманизм. Да, мы потеряли возможность там. А на самом деле все эти вещи, вот как в Восточной Сибири, да, чуть-чуть рез... Лес живой. Ты убьешь волка неправильно как-то, да? Жестоко. Это немножко, может, похоже на японский. В Японии синтаизм есть. У каждого предмета, будь то предмет, либо животное, либо вещь, есть свой дух условно. Поэтому у всего есть дух. Что-то интересная такая у них, конечно, теория. Да. И я к этому с уважением отношусь. Хотя многие батюшки говорят, что не надо, если он с ним должен быть. Ну, на разные взгляды есть. Тут вопрос, чтобы это не заменяло Бога живого. Знаешь, что будет. Пока мы можем только так вот рассуждать, да, дискутировать, смотреть, как оно, а как оно на самом деле. Да, тут вопрос, как вообще получается знание. Науки говорят с опытом, но даже и науки не все такие. История другая, история не опыта получается знание. А как ты иначе? История, как наука, воспоминания, ну, воспоминания о том, что было. О, пересказ событий. И то это, в любом случае, субъективный пересказ событий. Да, вот и история, как наука начинается там, где ты извлекаешь какую-то полезную информацию из, как бы, полезную, как бы, ну, условно-объективную информацию из субъективных пересказов. Ну, да, да. Я смотрел, вы ходите каждую неделю 50 километров, да? Да, я стараюсь и сейчас, хотя сейчас это непременно пропония от ментов происходит просто. Ну, вот и в субботу, и в воскресенье ходили. Оба дня я это казаки-ракотники играл. То есть появился момент, направился в нашу сторону. Мы шмыфут уже, значит, пусты. Ну, и как бы, конечно, да, не мешает. В Воскресенье на острове ходим. Это вы с женой ходили, да? Да, ну, вот, половину дня с женой, а потом я один уже дохаживаю свои километры, чтобы... Я не могу, иначе я просто гнию, если я не двигаюсь очень много, я начинаю гнить. Движение, жизнь. Движение, жизнь, да. Не, оно необходимо совершенно. Я не могу смеяться с этим карантином. Я не срочно ходил за 50 километров. У нас даже в университете была такая игра ходокина с забрасыванием на 50 километров вон, и мы шли, выполняем задание. Вечером приходили, да? Ну, да, 6-7 часов примерно идти. Ну, так, это было стремно идти. Ну, 8 часов где-то. 8 часов, 6 километров в час. 6 часов нормально, да. Жизнь нормально, да. А если быстрее, то это бегом уже. Это другой стиль, да, тоже жанр, жанр. Даже беговой жанр. Ну, да. Легкий, я только записался на пол марафона, и его сейчас перенесли. О, и я. Да, московский пол марафона? Да, 31 мая, да? Да, да, да. Я записался, и... Да, 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 да. Они там где-то перекинули, да. И я уже заметил с удовольствием, что я буду. Я замерзаю капитально просто от бега. Всем нужна прохладная погода, а мне нужна жаркая. Чтобы я хорошо бежал, и мне было хорошо. Я могу сказать, помолодели на 10 лет минимум. Ой, класс! Спасибо. Ну, я уже там, в этот самый. Ну, вот, смотрите, на саватана. Вот такой стал саватан.